привет мои подписчики друзья зрители сегодня в сибири в абакане у нас с вами 20 примерно градусов тепла на календаре у нас 21 сентября на улице реально жара выдалось время позагорать последние лучи солнца хапнуть чего и вам всем советую видео данное приурочено такой маленькой маленькой дате сегодня чуть больше месяца как я занялся вот этим самым делом блогерством снимаю видео для вас монтируй какие-то небольшие ролики надеюсь вам это нравится также самое любопытное вчера зарегистрировался первые в жизни в инстаграм и на фейсбуке и там за сутки уже за 300 друзей подписчиков улетела так удивляюсь я с вас людей оказывается вы все не в контакте сидите не где-то в соцсетях непосредственно в инстаграме и на фейсбуке вчера даже пообщался с египта с молодым с египтянином с молодым человеком у него семья дети русский язык хорошо как бы неплохо знают у него жена из москвы живут непосредственно в каире в египте и так приятно интересно удивительно пообщались от менталитет другой это где-то какие-то такие небольшие закорючки в окончаниях в русских словах но в любом случае он меня удивил прилично порадовал приглашает египет честно скажу там ни разу не был в тех краях и буду ли тоже не знаю с учетом доллара этого евро будь они неладные быстрее боже на золото перешли будем добывать золото был интересный насыщенный честно скажу пролетел как один день весь период практически были дожди было много времени изучать видео обработку видео звук свет и так далее интересный опыт честно скажу отнимает не то что много времени все время свободное тяжело когда ты сам и оператор и режиссер и монтажер их их если все 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 это очень тяжело я понимаю что хороший контент это работает целая бригада то работают профессионалы которые которые каждый отвечает за свою функцию на данный момент я снимаю на старый старый телефон samsung s3 господи брали тоже не помню 34 года назад взяли этот телефон пробую на него снять интересная какая картинка а вообще по факту на сегодняшний день снимаю на гоупрошку старенькую уже тоже года 45 также у меня фотоаппарат все у нас канон да и в основном основное видео я снимаю на iphone с 5s старенький простой iphone чик на котором камера до сих пор неплохо показывает там даже есть какой-то более-менее стабилизатор на гопрошку снимать только со штатива в движении у нее стабилизации 0 такое ощущение что-то там на коне скачешь и пытаешься что-то снимать жестоко бессмысленно и беспощадно аж самому смотришь и думаешь господи как это выкладывать это же просто тихий ужас вот айфон более-менее справляется есть желание конечно сейчас приобрести тот же iphone но только уже хотя бы там всем с 8 с не знаю там как по цене нам ценники до сих пор на не какие-то неадекватные я не отношусь той категории людей которые готовы за iphone 10 отдать 116 тысяч не отношусь категории таких идиотов извините если я вас обидел новые идиоты хотя может быть если у меня зарплата будет по полмиллиона в месяц я тоже стану таким же идиотом потому что мне некуда будет тратить деньги пока что я не идиот такой же как и большинство те кто сидит сейчас напротив и думать что как бы изменить свою жизнь жизнь надо менять да такая мысль интересная честно скажу назад даже оборачиваюсь месяц назад даже пытаясь там хотите сказать даже не пытаясь но как-то ткнул что-то там один из первых своих роликов кому интересно посмотрите тихий ужас конечно начало начал уже все через это проходят дальнейшем нужно я реально понимаю что нужно улучшать свой контент такое модное слово качество нужно улучшать свой контент улучшать качество и съемки и редактирование очень многие молодые люди говорят ой да у вас там чего вы там не материтесь ничего интересного пошлых ставок нету а я так смотрю на него господи детишки вот вы смотрите вот эти все ролики тех блогеров которые там имеют по миллиону там по несколько миллионов подписчиков при этом они просто ведут себя по-хамски неадекватно матеряться оскорбляют всех оскорбляют вас в том числе на всех им плевать и вы это хаваете вы это все воспринимаете принимаете и как-то так для вас это нормально что о смотри у него этого для вас там самое важное сколько подписчиков они то что он там показывать хотя смотришь вот это такое ощущение что те говном из экрана поливает это должен сюда там еще лайки что ли ставить и просмотры увеличить я не знаю я к этой категории наверное не отношусь буду стараться за более такое чистую речь чистую речь в плане того что по крайней мере стараясь вообще себя контролировать не ругаться не цензурно не хамить не быдловать потому что до люди любят такой вот хамов да ну я считаю что это неправильно и нашу молодежь нужно воспитывать совсем другом русле сегодня на заднем плане у нас здесь бегают борцы бегают они что-то это долго уже бегают целый час от круги наматывают по лесу красота конечно им тут бегут настроение хорошая погодка хорошая что даже разговаривать умудряться молодцы ребята к чему это все занимайтесь спортом а кстати да такой момент дети некоторые мне говорят о вячеслав даже родители никто где представляете вот она заставляйте каждое утро там до 30 30 30 30 сажиманий 30 приседаний 30 лет и родители пишут слушайте вячеслав а ведь реально да мы начали вместе с детьми со своими заниматься то мы чувствуем что хорошо и вот это так приятно мне что хоть как-то на кого-то я маленько влияю положительно и что люди в каком-то роде меняет свои пристрастия свои привычки и появляются у них новые какие-то привычки полезные привычки давайте подписываться ставить лайки комментировать предлагать новости диванные войска я на вас надеюсь надеюсь вы будете меня комментировать жестко критично рассказывать как и неправильно мыслю это мне так очень важно я прям жду этого не дождусь занимайтесь спортом самый важный вид спорта эта ходьба как минимум два три километра в день проходить а если вы еще хотите похудеть то просто начните считать свои калории грубо говоря за последние неделю просто больше двух тысяч калорий перестараюсь не употреблять за день и начал худеть буквально но на килограмма три-четыре я скину за эту неделю и вот у меня сейчас уже сколько чуть больше месяца я на ю тубе многие уже начинают спрашивать а сколько тебе за это платят а как как это оплачивается но по крайней мере предварительно какой-то там договор я заключил на ю тубе и мне там выставили 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков и после этого якобы должны перечислить мне 100 долларов по факту не знаю будет не будет по часам потихоньку набираем по подписчикам тоска и печаль на удивление на самом ю тубе за вот месяц меньше 100 подписчиков там что 80 с копейками в каком-то фейсбуке не хочу никого обидеть и в инстаграме буквально за сутки у меня сотнями сотнями люди подписываются я подписываюсь то есть могу сделать выводы что все люди сидят в инстаграм единственный минус конечно это качество такое там не очень хорошее по видео и еще из минусов там вот эти короткие сюжеты видео насколько знают до минуты всего конечно за минуту можно кратенько там что-то накидать накидать но это молодежь наша превращает еще более не более даже а менее развитую сейчас даже психологи и психиатры говорят синдромы новые появляются у молодежи у детей сейчас на сегодняшний день с учетом того что то они как раз сидят на в инстаграме и где-то вот эти все короткие видюшки смотрят у них внимание не более 9 секунд то есть ребенок 9 секунд посмотрел он уже утомляется и тут же ему нужно уже что-то поменять посмотреть что-то другое так вот продолжим являюсь тренером по карате и детей своих учеников и родителей их всегда и убеждая их и объясняю и принуждаю можно сказать чтобы они отказывались от зомбоящика от телевизора чтобы дети не сидели в интернете там не гостились особенно не играли уже понимаете что большинство и да не большинство практически все игры построены с тем учетом чтобы разрушить психику ребенка тем более запад у нас планомерно целенаправленно разрушает пытается разрушить весь наш строй весь наш склад ума пытается влить в наши головы что-то такое противное ненужное больное нездоровое пытаются все это вызвать в нас толерантность терпимость ко всем этим гадостям кассе ко всем этим мразям и так далее кто здравомыслящие люди вы так конечно сейчас понимаете о чем я говорю но а те кто не понимают соболезную вам это уже ваши личные проблемы есть у нас искусственный отбор есть естественный отбор вот кого-то как-то все равно где-то что-то настигнет постигнет ну не будем об этом дети на сегодняшний день очень мало читают то что им в школе задают это многие спрашивают читаете нет ну кто-то там дальше то читают и читают и сейчас привыкли вот в интернете начальное там оглавление прочитали буквально две-три строчки все они утомляются они уже привыкли к получению большого количества информации за короткий промежуток времени по себе даже замечают вынуждены сейчас в интернете постоянно что-то там изучаю непосредственно как видео обработка там съемка и так далее и так далее так далее и даже замечаю что с утра встаешь хотя телевизор я уже не смотрю третий год может даже четвертый не знаю вообще не смотрю то есть антенну из дома выкинул накачал на внешне жесткий фильмов советских российских хороших и вот мы это все просматриваем то шерлока холмса нашего с которыми сравнится но опять же я ухожу от темы разговора даже вот смотрю на своего сына на детишек которые ко мне ходят занимаются усидчивость очень слабая то что сидят постоянно в интернете то что сидят постоянно возле компьютеров играют особенно это большая проблема у них отклонение по зрению очень многие даже сейчас мы ходить проходили недавно медкомиссию детишками диспансеризацию с и там у нас выявилось больше 90 процентов детей с отклонениями непосредственно по зрению все это печально все это неправильно родители недопонимают многие работают все в работе пытаются заработать деньги чтобы оплатить какие-то там свои условия жизни там кредиты и так далее но при этом чтобы как-то ребенка отвлечь чтобы он к ним там лишний раз не лез вечером кинут ему там планшетник телефон найди поиграй там или компьютер и это не все конечно не все есть адекватные люди у меня есть такие родители прям вот молодчаги отличные но большая часть людей они не понимают этих элементарных вещей приходится на пальцах объяснять чем грозит это в дальнейшем дети на сегодняшний день большинство детей которых ко мне приводят изначально они вообще не готовы работать не в коллективе они вообще не готовы напрягаться абсолютно так для них вот максимум давайте поиграем и все они не думают о том что будет завтра они не думают даже что будет у них через час им охота вот сейчас насытить свои интересы удовлетворить свои желания все максимум на что они годны родители еще раз говорю выбросите из дома телевизор заберите у них все телефоны интернет отключите оставьте себе но заберите вы у них это все всю эту гадость вы поймите что вы теряете своих детей они приходят на тренировку у них первые 15 минут у большинства еще ломка проходит 20 минут от телефона отрывая ломка натурально только потом когда они растренируются разомнуться разыграются более-менее не начинают уже с друг другом общаться более-менее адекватно начинают воспринимать информацию у нас так вот небольшая беседа получилось как вы видите мысли разные разные туда-сюда скачу прыгаю в голове как как всегда очень много мыслей сложно сфокусироваться но я даже не стараюсь смысла не вижу мысли много если их так вот тоже звучит записывать потом хотя бы будет вспомнить всегда занимайтесь спортом в любой случай вот сидите даже сейчас посмотрели до конца вздохнули пошли 10 раз хотя бы присели 10 раз отжались 10 раз прискочнули все утро кровь разогнали использовали в мышц для мышечного каркаса улучшилось настроение садитесь смотрите следующие мои ролики или предыдущие ролики